Вы же помните огромную бронзовую статую Кэпа из прошлого выпуска? Наши ребята пошли дальше. Неизвестные в Екатеринбурге раскрасили гранитный шар на набережной перед зданием правительства в цвет покебола. На удивление, власти возмущаться не стали, а мэр города вообще заявил, что ничего страшного в этом нет. Люди таким образом выражают свою любовь к играм. Продолжая тему памятников, игровому искусству. Близзард переплюнули всех и в честь своего 25-летия установили двухтонную бронзовую статую Артаса из вселенной Варкрафт в одном из городов Тайване. Лично я теперь жду, когда установят вечный огонь в память о борьбе Билла и Ланса с инопланетянами. Всем привет, меня зовут Николай Губанов и вы смотрите новости развлечений. Кто бы мог подумать, но война игровых консолей сейчас практически ничем не отличается от ситуации в конце 80-х. Вслед за Nintendo и Sega анонсировала свою ретро-приставку. И не одну, а целых две. Классическая Genesis будет включать 80 встроенных игр, но и на картриджах работать будет. В комплекте два беспроводных контроллера и вроде бы все по уму, все как надо. Вот только это не совсем Sega, это AT Games, которая эти приставки, хоть и официальные и по лицензии Sega, но делает уже давным-давно. А сейчас просто пытаются выехать на хайпе нинтендовского анонса. И портативная их консолька с SD-картой на борту тоже совсем не новая. Так что не ведитесь вы на такие анонсы. У Nintendo все-таки новый и оригинальный продукт для современных ТВ с использованием HDMI, со своей оболочкой внутри. А вот это как было хренью, так и осталось. Переходим к новостям с Комик-Кона. И тут снова Sega, но уже со своим синим ежом. В надежде в очередной раз воскресить серию, были анонсированы сразу две игры. Sonic Mania для ностальгирующих. Это двухмерный платформер, который будет включать как переработанные уровни из классических игр, так и совершенно новые. В целом проект интересный, только мне непонятно, почему в списке платформ нет консолей Nintendo. Вторая игра пока не получила название и будет современным платформером от создателей Sonic Generations, который был вполне себе хорошим. В общем, надежды есть, но, как обычно, уж слишком надеяться не стоит. Не раз уже обжигались. Компания NetherRealm в рамках выставки показала еще двух персонажей второй части файтинга Injustice. Чудо-женщину и синего жука. Приемов продемонстрировали немного. Больший упор сделали на использование окружения и анимацию перед битвами. В стиле боя жука довольно явно прослеживается Девора из последнего Mortal Kombat, а чудо-женщина движениями напоминает Скорпиона. Впрочем, хороший клон Mortal Kombat всегда лучше плохого файтинга. Компания Capcom в Сан-Диего привезла трейлер нового персонажа для Street Fighter V. Джури доступна в игре уже с 26 июля. Во всем трейлере можно увидеть лишь несколько ударов руками, а вот остальными конечностями Джури машет эффектненько. Пора доставать свой PlayStation со склада, который образовался у меня после переезда, и возвращаться в мир больших файтингов. Судя по немецкому Amazon, русские фанаты серии Final Fantasy смогут посмотреть фильм Kingslave на русском языке, если, конечно, в описании Blu-ray диска не допустили какую-то ошибку. Фильм выйдет одновременно с игрой, а именно 30 сентября. А игра-то, кстати, получит только русские субтитры. Коллекционное издание новой игры по мультсериалу South Park появилось все на том же Amazon. За 190 долларов вы получите радиоуправляемую фигурку Картмана на велосипеде, сезонный пропуск и стилбук. Для России издание будет другим. В него положат фигурку Картмана без велосипеда, открытки, цифровой контент и полную версию предыдущей части игры. Все это за 7 тысяч. Ну и последняя игровая новость на сегодня. Хакеры эксгумировали труп PlayStation Vita. По словам умельцев, достаточно зайти на нужный сайт Свиты, на который установлена прошивка версии 3.60, жмакнуть на кнопочку «Установить» и вуаля, консоль взломана. Можно запускать неподписанные приложения, то есть в том числе и образы игр. После выключения консоли взлом слетает и нужно повторить манипуляции снова. Ну, кому-то это точно пригодится. Как минимум, любителям похвастаться новой фифой на уроках ОБЖ. Официальное изображение 16-й серии мини-фигурок Лего прямо сейчас. Вот прямо сейчас на экране прямо они появятся. Вот еще немножко и появятся они. Фигурки на первый взгляд довольно обычные, но ведь дьявол в деталях. Например, у ледяной королевы очень необычный плащ и деталька на голове. С Пуки Бой мало того, что черно-белый, так еще и запринтованный так неплохо, что аж даже на руках есть принты. У путешественника очень крутая деталька компаса. У кикбоксерши перчатки, у мексиканца очень классная гитара. Банан он вообще банан, ну а младенец с его ошалелой нянькой просто без комментариев. Лего анонсировали два скинпэка в линейке Майнкрафт. В каждый набор будет входить по 4 мини-фигурки с разными покрасками. Первый набор выглядит довольно обычно, просто разные пареньки и бородатый дядька. А во втором наборе, если включить фантазию, можно найти Боба Фетта, Хана Соло и Индиану Джонса. Тенденция занятная, давайте теперь с супергероями так. Подоспели официальное изображение новых наборов Лего Дайменшенс. Тут есть наборы по фантастическим чудовищам, ИТ, Гремлинам и Сонику. Во всех наборах, кроме чудовищ, интересно смотрятся только мини-фигурки. С чудовищами все наоборот. Проект обсерватории набрал необходимые 10 тысяч голосов и вступает в официальную гонку Лего Адиас. Правда, смотрится он довольно скучно. Основной упор сделан на общий вид, а детализации маловато. Хотя дизайнеры Лего могут его прекрасно доработать, если проект выберут к выпуску. Самые крутые фигурки, засветившиеся на прошедшем главном комикс-конвенте. Компания Hot Toys привезла на выставку нереальное количество разных фигурок. Из тех, что еще не получили официальных фотосетов, самым интересным кажется сорвиголова из сериала Netflix. Образ Дьявола Адской Кухни, воплощенный Чарли Коксом, прекрасно подходит для создания фигурки. Вселенная DC, конечно, тоже отхватила собственный стенд. И круче всего на нем смотрелся Отряд Самоубийц. Дэдшот, помимо Арсенала Оружия, получил, к счастью, и оригинальную маску для тех, кому не по душе Уилл Смит. Про Харли и говорить нечего. Этот образ великолепно удался Марго Робби и прекрасно перекочевал в фигурку. С Джокером оказалось сложнее. Он шикарно выглядит в плаще, но без него слишком видны точки артикуляции, что существенно портит внешний вид фигурки. Не забыли в компании и про своих любимых железяк. И тут интереснее всего смотрится Mark VII Sub-Zero. Полностью белый костюм – решение интересное. Кроме этого, на некоторых изображениях на фонах есть полностью черный костюм. Видимо, просто другая вариация. Ну и для фанатов франшизы «Назад в будущее» хот-тоевцы выпускают фигурки Марти Макфлая и Дока Брауна в образах из второй части фильма. Качественно выполнено, дополнено аксессуарами вроде ховерборда и спортивного альманаха и в целом очень достойно. Сайдшоу продолжают поражать масштабом. Статуэтка Росомахи и Халка, повторяющая сцену первого появления Логана в комиксах, выглядит запредельно круто. Шикарный цвет и невероятная проработка анатомии тел поражает. Не менее круто смотрится Грут в паре с Ракетой. Хотя образы не совсем привычные. Грут уж слишком суров. Ну а танцующий Дэдпул вне всяких похвал. На стендах компании также засветились все черепахи. До этого мы подробно смотрели только Леонардо. Теперь можно оценить, как компания качественно поработала с каждым персонажем. Сделав им не только разный цвет кожи, но и разные эмоции. В линейке DC самым заметным стал еще не раскрашенный Бэйн. Статуэтка получилась огромной. Она, как обычно, детально проработана, но круче всего, что Бэйн стоит в разбитом прожекторе Бэт-сигнала. Компания Блиц-Уэй привозила на выставку фигурки охотников за привидениями. Старых охотников. Помимо отлично проработанных лиц персонажей, фигуркам сделали отличную одежду. Она вся выглядит, как уменьшенная копия настоящей. Да и вообще детализация фигурок на пять с плюсом. Плей-арт-скай по вселенной DC поставляет еще двух необычных Бэтменов. На этот раз темного рыцаря перемешали с его противниками. В итоге получился Бэт-Джокер и Бэт-Двуликий. Двуликий Бэтмен уже получил полноценный фотосет, и на нем можно разглядеть, как кропотливо проработана искаженная часть персонажа. Смотрится жутковато и красиво. Линейку Марвел к выставке подготовить не успели, и теперь мы должны томиться в ожидании очень интересных Росомахи и Дэдпула. Ребятки, комиксовые новости из Сан-Диего подоспели, хоть и немного с опозданием. Но любят все делать анонсы, когда у нас уже почти готов выпуск. Хоть переноси новости на другой день недели, не знаю. Марвел опубликовали полный список комиксов на октябрь и аннотации к ним. Нас ждет новая история про клонов, которая будет связана со злодеем по имени Шакал, как и в самых первых историях о клонах. В то же время на странице комиксов о паучке вернется доктор Октавиус. Комикс Death of X, в свою очередь, даст начало глобальному событию Inhumans vs. X-Men, в котором встанет вопрос об уничтожении Терригена, источника сил нелюдей. Тогда же начнется лимитка Deadpool Back in Black, своеобразный «Что если?». Симбиотический костюм попал не к Эдди Броку, а к Уэйду Уилсону. Кроме этого, в октябре выйдут заключительные выпуски Гражданской войны, и начнется много новых серий. Компания Google придумала новую фишку, призванную сделать чтение цифровых комиксов более удобным. Их приложение Google Play Books теперь будет автоматически распознавать и увеличивать пузыри с текстом в комиксах. Пока только на английском языке и только для официально купленных изданий в Google Play. Boom Studios запустит серию комиксов Mighty Morphin Power Rangers. Идея явно навеяна предстоящим выходом полнометражного фильма, который ожидается в 2017 году. В майском номере DC Universe Rebirth в пещеру Бэтмена попал значок комедианта из вселенной Хранителей. Благодаря этому стало известно, что Доктор Манхэттен имеет непосредственное отношение к вселенной New 52. И на прошедшем Комик-Коне главные издатели DC поделились информацией, что комиксы Rebirth дали начало новому двухгодичному циклу во вселенной. И они ждут подходящего времени, чтобы включить в нее Хранителей. И будут постепенно и планомерно приводить своих персонажей к новому виду. Ну а теперь про фильмы и сериалы. Тут было особенно много анонсов. Изгой Роберта Киркмана получил новый трейлер. Когда вышел первый номер Outcast, автор говорил, что надеется сделать по-настоящему жуткий комикс. И пока он получается в меру страшным. А вот сериал одним трейлером только смог вызвать неподдельный ужас. Сериал по роману Нила Геймана «Американские боги» также смог порадовать публику Комик-Кона и не только. В показанных кадрах с легкостью узнаются персонажи романа и некоторые значимые сцены. Гейман лично следит за производством сериала и, будем надеяться, не подведет. Трейлер второго сезона Притчера дает надежду фанатам на то, что сериал сюжетно приблизится к оригинальному комиксу. Главные герои наконец отправляются в путешествие по Америке, чтобы надрать господу зад. Студия Netflix привезла на конвент целую пачку маленьких тизеров. Третий сезон «Сорви головы» – «Айрон Фист», «Люк Кейдж» и «Защитники». «Люк Кейдж» выйдет 30 сентября, как обычно, сразу весь сезон. Остальные запланированы на 2017 год, но пока неизвестно в каком порядке. Тизеры эти ничего сюжетного не раскрывают, но дают неплохую такую затравочку к качествам картинки и звукового оформления. Еще одной сериальной новостью стал анонс появления призрачного гонщика в четвертом сезоне «Агентов Щита». Им будет подросток по имени Робби Райс, который стал гонщиком в последней серии комиксов. Это тот, который гоняет на огненном 69-додж-чарджер. Из крупных киноновостей на конвенте, Марвел показали второй трейлер «Доктора Стрэнджа». Вторые трейлеры, они всегда немного меньше поражают, нежели первые. Однако нельзя не отметить крутейший момент с надеванием плаща и взорвавшую публику конвента шутку про Wi-Fi. Что это? Новая мантра? Пароль от Wi-Fi. Мы же не варвары. А еще студия обновила свою заставку, и новая ее версия появится уже 4 ноября в том самом «Докторе Стрэнджа». DC показали трейлеры «Чудо-женщины» и «Лиги справедливости». «Чудо-женщину» можно описать как женскую версию фильма «Первый мститель». Трейлер местами похож картинкой, местами сюжетными ходами вроде «Конфидента возлюбленного» и уж точно похож настроением. Но это только на первый взгляд. Все же своя атмосфера у этого фильма есть. На коне «Чудо-женщина» смотрится неотразимо. «Лига справедливости» приятно поразила. Бэтмен собирает команду супергероев, и к каждому у него свой подход. У каждого персонажа свой ярко выраженный характер, который видно уже по трейлеру. Бэтсу сделали новый костюм, который выглядит куда круче того, что был в «Расцвете справедливости». И самое главное в трейлере было целых три шутки в сценах, где есть Бэтмен. А это большой прорыв для драматургии фильмов DC. Создатели отряда самоубийц показали на конвенте и выложили в сеть материалы со съемок фильма. И на удивление в них попали кадры с классическим костюмом Харли. Его можно увидеть в сцене, где Джокер лежит в окружении оружия. И даже в сцене, где Харли выбирает себе одежду. Очень странно, что создатели продали такую пасхалку еще до выхода фильма. Многие зрители остались в недоумении, увидев в мультфильме «Бэтмен. Убийственная шутка» сцену секса Брюса Уэйна и Барбары Гордон. В основном всех волнует, конечно, не морально-этическая сторона вопроса, а то, что в оригинальном комиксе не было такой сцены. Да и даже намека на нее быть не могло. Автор комикса утверждает, что этой сценой хотел показать силу Бэтгелл и ее способность принимать решения. Пишите свои комментарии о новостях с Комик-Кона. Какие фильмы, какие сериалы ждете, какие комиксы собираетесь почитать. А у меня на сегодня все. Увидимся через неделю. Пока. А вот и поезд. На большую достоверность тут, естественно, рассчитывать не приходится, потому что это миниатюра такая, созданная из маленького количества деталей. В них есть свои прелести, очень интересно, как они собираются, очень много различных деталей.